Дмитрий Анатольевич, проснитесь! Дмитрий Анатольевич! А? Кто здесь? Это я, я ваш помощник. Подожди, а где Маша? Какая Маша? Захарова. Мы вдвоем с ней колдырили. А, она уже ушла на работу. Давно? Ну еще на прошлой неделе. А, значит недавно. Дмитрий Анатольевич! Дмитрий Анатольевич! А? Вы же должны были сделать заявление. Все же телеканалы ждут. Какое заявление? Ну про судный день. Мы же вам текст высылали. Давайте я снова распечатаю. Не надо. Я папа Мити. Ой, я по памяти. Что надо сказать? Про судный день. Понял. Дорогие россияне, хочу сделать важное заявление. Вчера посмотрел классный фильм. Терминатор 2. Судный день. Обязательно гляньте. Вот такое кино. Дмитрий Анатольевич! А? Кто здесь? Это я, я ваш помощник. Дмитрий Анатольевич, с вами все нормально? Нормально. Айл Бибек. Давайте еще раз запишем. Так я же уже записал про этого, как его, термометра. Да при чем тут терминатор? Вы должны сказать, если ударят в Крымский мост, то их ждет судный день. А, ну так бы и сказал. Дорогие россияне. Нет, это обращение не к россиянам. К кому? Не к россиянам. Дорогие не к россияне. Я не знаю, кто вы. Но учтите, если кто-то из вас нанесет ракетный удар в Крымский суд, для вас наступит дневной мост. Нет, это неправильно. И я считаю, это неправильно. Крымский мост. Поэтому повторюсь, если кто-то ударит в Крымский мост, ща правильно? Да-да, нормально. Это будет нормально, я считаю. Нет, наступит судный день. А если нет, для вас наступит судный пень. Не пень, день. Так, не пень, день, не под руку. И еще, если хоть одна рыба пострадает в акватории Крымского моря, для вас наступит рыбный день. Какой рыбный день? Ну, четверг, естественно. Какой же еще? Блин, Дмитрий Анатольевич, Дмитрий Анатольевич, Димон. Я вам не Димон, а Димон Аперолевич. Попрошу. Заявление. Хочу сделать влажное заявление. Важное? Нет, именно влажное. От меня недавно ушла жена. Оставим на столе лишь кастрюлю супа. Для меня уже тогда наступил супный день. Причем тут жена? Про Крымский мост скажите. А теперь про Крымский мост. Что тут сказать? Это я тебя, придурок, спрашиваю, что тут сказать? Скажите, что в ответ будет нанесен одномоментный удар. Нами в ответ молниеносно будет нанесен одномоментный удар. Одномоментный. Сейчас, секунду, я сам. Однокатлетный. Блин, это абонементный удар. Не, не тут. Одномандатный. Да что ж такое? Одномоментный. Нами будет нанесен одномоментный удар. Отлично. Удав. Идиот. Что дальше? Скажите еще, что всадники апокалипсиса уже в пути? Апокалипсис. Более того, всадники, ополаскиватели уже в пути. Апокалипсиса. Да, уже в пути всадники от нотариуса. Апокалипсиса. Как? Всадники апокалипсиса. Точно. Мы уже в садике. А поляки где все? Апокалипсиса. Апокалипсиса. Да, всадники. Короче, мы уже в заднице апокалипсис. Какой задницы? Всадники. Да, уже в пути всадники. Апокалипсис. Апокалипсис. Да не, подожди, что ты живот реально крутит. Дмитрий Анатольевич, возьмите трубку. Да ответьте вы на звонок. Да, Владимир, Владимир. Привет, Димон. Я вам не Димон. А хотя нет, вам я Димон. Все правильно. Ты чего там, опять пьешь? Да вы что, Владимир Владимирович, я трезвый, как циклок. Отлично. Я придумал для тебя новое занятие. Хочу назначить тебя главой ДНР. Поедешь туда управлять молодой республикой. Да вы что, Владимир Владимирович, я ж последние полгода не просыхаю. Вот и прекрасно. Там как раз такие профессионалы и нужны. Так что собирайся, за тобой скоро заедут. Кто заедет? Ну а как ты думаешь? Че, в натуре всадники апокалипсиса? Да, Дим, все-таки я не ошибся, предложив именно тебя на эту должность. Дмитрий Анатольевич, так а что с заявлением-то? Заявления нет, но вы держитесь.